Друзья, приветствую вас на канале, посвященном погоде рынка недвижимости Украины. Цель канала просвещать потенциальных покупателей, продавцов, а также профессиональных операторов рынка недвижимости. Сегодня мы будем говорить о рынке жилой недвижимости города Ровно и Ровенской области. Мы поговорим о стоимости квадратного метра на первичном и вторичном рынке. Мы разберемся, какие факторы влияют на ценообразование на первичном и вторичном рынке. Мы также с вами подробно будем говорить о колебаниях и тенденциях. Итак, друзья, смотрим подготовленный мною материал. Перед вами карта города Ровно. В начале видеоролика мы традиционно говорим о колебаниях. Это краткосрочные процессы, которые происходят на рынке недвижимости. Период исследования январь-февраль 2021 года. Друзья, как вы обратили внимание, город Ровно не имеет деления внутри города на административные районы. Для вашего удобства мы разделили город на три района. Это центральный район, прилегающий к центру район и периферийный район. За период исследования мы видим, что наибольше всего подражала желая недвижимость в периферийном районе. И составила плюс 0,37 процента, что в абсолютных цифрах 541 доллар за квадратный метр. Ну и меньше всего подражала желая недвижимость. Мы говорим о вторичном рынке и о классе социального жилья в центральном районе города. Плюс 0,34 процента, что составило 596 долларов за квадратный метр. Мы продолжаем говорить о квартирах, которые были построены в 1950 по 1992 год. Это класс социального жилья. Также напомню вам, что общее количество этих квартир, которые эксплуатируются в Украине, составляет 15 миллионов 200 тысяч квартир. Это самый большой класс рынка жилой недвижимости. Мы также в течение года, ну понятно в целом по Украине, наблюдаем порядка полутора миллиона квартир этого класса, которые выставляются для продажи. Для исследования это, друзья, очень важно. Наша выборка репрезентативна и однородна. Также в своих исследованиях мы используем метод статистического анализа, метод многофакторного анализа, с которым я вас познакомлю, когда мы будем подводить итоги состояния рынка недвижимости города ровно. Ну и метод сравнения и классификации. То есть мы классифицируем рынок недвижимости по классам. Я вот здесь сделал ссылку на классификатор, который был очень давно разработан, в том числе с моим, так сказать, непосредственным участием. До сих пор мы используем этот классификатор. Вы можете посмотреть этот классификатор и понять, чем отличаются классы друг от друга, какими техническими характеристиками. Здесь и желая недвижимость, и коммерческая в том числе. Итак, мы видим, что у нас в феврале месяце стоимость квадратного метра в целом по городу достигла 565 долларов за квадратный метр. Что показало динамику положительного роста плюс 0,36%. Друзья, ну это типичное колебание. Я уже, как бы вам говорил о колебаниях, чуть позже еще раз напомню, какие факторы влияют на колебания. И также мы в следующем слайде будем говорить о перспективах рынка недвижимости города ровно. Ну и, конечно же, о тенденциях. Перед вами график рисунок, гистограмма. Говорим о тенденциях. Период исследования в феврале 2020 год. Средняя стоимость квадратного метра. Вторичный рынок в целом по городу 567 долларов. И уже в феврале 2021 года мы видим стоимость квадратного метра достигла 565 долларов. Что в годовом измерении показало отрицательную динамику снижения в минус 0,35%. Давайте попробуем, в общем-то, разобраться, что нарисовано на этой гистограмме. Мы видим, что до мая месяца, вот такая восходящая гистограмма. Также хочу вам напомнить, что в марте месяце Украина вместе со всем, в общем-то, миром, вошла в мировой экономический кризис, триггером которого послужил COVID-19. И, естественно, рынок недвижимости также отреагировал на кризис снижением стоимости квадратного метра. И мы можем посчитать, даже вот сколько от месяцев мы наблюдали снижение стоимости квадратного метра. Это раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, ну, восемь месяцев, это уже, друзья, тенденции. То есть процессы, долгосрочные процессы, которые происходят на рынке. И вот мы видим, что в феврале месяце незначительный рост стоимости квадратного метра на вторичном рынке. Это классические колебания. Ну, я обещал вам рассказать, с чем связаны эти колебания. Если вы помните, то в ноябре, по-моему, да, в ноябре, декабре, январе месяце, вот эти три месяца средства массовой информации активно обсуждали рынок жилой недвижимости Украины. В общем, договорились до того, что рынок недвижимости Украины вошел в пятерку самых быстро растущих рынков в мире. Вы можете посмотреть, вполне солидное издание опубликовало эту статью. Я, в общем-то, если вы смотрите мои видеоролики, смеялся над этой фейковой новостью и говорил, что, друзья, нет внутренних экономических факторов, которые, в общем-то, влияют на рост стоимости квадратного метра как на первичном, так и на вторичном рынке. Но эта фейковая новость сделала свое дело, то есть человек, который продает квартиру на протяжении всей продажи, мониторит рынок. Естественно, это адекватный продавец так будет поступать. И когда человек слышит, что рынок недвижимости растет и, больше того, входит в пятерку самых быстро растущих в мире рынков недвижимости, он делает что? Правильно, друзья, он поднимает стоимость на свой объект недвижимости, который продает. Это и случилось, мы видим, в январе-феврале по многим областным крупным городам. То есть фейковая новость о растущем рынке сделала свое дело. То есть под этим нет никаких экономических факторов, которые влияли бы на поднятие стоимости квадратного метра. А вот колебания внешние, которые очень сложно предугадать, в том числе, как я уже говорил, информационный вирус, шум о росте рынка недвижимости сделал свое дело. То есть люди подняли стоимость своих объектов, которые они недвижимости продают. Ну, я только за то, чтобы они продали, как можно дороже, свои объекты. Но, продадут они или не продадут, этот видеоролик не посвящен этому. Итак, друзья, продолжаем разбираться, что происходило с квартирами эконом-комфорт бизнес-класса. Это жилье, построенное в период уже современной, независимой Украины. Еще раз напоминаю, что вы можете по классификатору посмотреть и увидеть, какие технические характеристики присутствуют, присущны тому или иному классу. Также хочу вам напомнить, что в выборку попало три класса. Это среднее арифметическое число, в целом по трем классам. И если ваши квартиры относятся или квартира к классу бизнес, то, скорее всего, вот эти цифры будут для вас не актуальны. Я не могу по каждому классу очень подробно рассказывать о процессах, которые происходят. Видеоролик из 20-минутного превратился в двухчасовой. Это, в общем-то, очень плохо. Никто его не будет просто смотреть. Мы видим, что в феврале месяце стоимость квадратного метра по трем классам достигла 638 долларов. Что показало нам динамику положительного роста, то есть на целых 16 сотых процентов. Ну, о колебаниях я вам говорил. Повторяется, в общем-то, больше, наверное, нет смысла. Давайте поговорим о факторах, которые влияют на состояние рынка недвижимости. Или показатели, которые характеризуют состояние рынка недвижимости. Это, в общем-то, и так, и так можно называть. Я вам говорил, что мы используем метод многофакторного анализа. И вот я вам хочу привести пример. В 2020 году общее количество транзакций, это показатель активности рынка недвижимости, мы видим, достигло 486 283 договора отчуждения прав собственности на недвижимое имущество. Что на 2,9% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. То есть абсолютно адекватно повелся рынок недвижимости. Во время кризиса рынки становятся менее активными и рынок недвижимости не является исключением. Мы видим, что снижение активности рынка присутствует. Следующий показатель или фактор, это показатель спроса количества приобретенной жилой недвижимости украинцами. В 2020 году мы видим 317 639 договоров купли-продажи объектов жилой недвижимости было подписано. Что на 5,4% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Но здесь тоже вроде как все понятно. Во время кризиса, друзья, у большинства украинцев денег не стало точно больше. Естественно, они меньше покупают и в том числе меньше покупают недвижимости. Третий показатель, показатель количества кредитов выданных для приобретения недвижимости. То есть это потечные кредиты. В 2020 году мы видим 13 597 ипотечных кредитов было выдано, что на 0,7% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Но, друзья, давайте разберемся, много это или мало. Хочу привести вам другие цифры, чтобы вы поняли, насколько ничтожно мало выдается кредитов под приобретение недвижимого имущества. В Украине насчитывается 13 миллионов экономически активного населения. То есть это люди, которые способны зарабатывать деньги. Ну, чувствуете разницу, могут или способны. То есть они способны, но большая часть из них не может, конечно, зарабатывать деньги. Из них где-то порядка 5 миллионов, в основном молодые люди, которые нуждаются в собственном жилье. Молодые, перспективные, с образованием. Так вот, на 5 миллионов было выдано 13 597 кредитов под приобретение недвижимости. Можете посчитать, как вам угодно, в процентах, не в процентах. То есть это ничтожно малая цифра. Мы констатируем факт, что на финансовом рынке Украины отсутствует как таковое явление ипотечное кредитование. К сожалению, это говорит о многом, о том, в каком кризисе находится экономика. Ну, естественно, банковский сектор. При этом я еще раз хочу вам напомнить о фейках, которые мы обсуждали до этого. Если бы рынок недвижимости действительно рос теми темпами, которыми нам рассказывают эксперты, что самые быстро растущие в мире, то я уверен, что банковские учреждения, финансовые учреждения выстроились бы, наверное, в длинную очередь для того, чтобы предлагать по выгодным процентным ставкам приобретать недвижимое имущество, так как оно высоколиквидно, оно растет, оно, в общем-то, показывает положительную динамику. К сожалению, мы этого не видим. Это еще раз о фейках. Запомнили три показателя, которые характеризуют состояние рынка недвижимости. И пришло время поговорить о первичном рынке. Опять, это квартира эконом-комфорт бизнес-класса. Три класса попали в выборку. Это среднее арифметическое число по городу. Видим, что в... Это у нас в феврале месяце стоимость квадратного метра достигла 451 доллар. Также напомню, что первичный рынок исключительно продается в гривне. Мы для вашего удобства переводим это все в доллары по курсу Национального банка, для того, чтобы вам было удобно сравнивать первичный и вторичный рынок, а также процессы, которые происходят на первичном и вторичном рынке. Мы видим, что за период исследования января-февраль стоимость квадратного метра не снизилась, не повысилась. Но, друзья, на протяжении 12 месяцев я вам говорю о том, что первичный рынок первый вошел в состояние кризиса. И на протяжении 12 месяцев, еще раз повторюсь ключевое слово, в долларах стоимость квадратного метра на первичном рынке снижается. Это тенденции, которые мы будем наблюдать весь 2021 год. И в подтверждение моих слов мы поговорим о последнем показателе, который характеризует состояние рынка недвижимости, в том числе и первичного. Мы видим, что в 2020 году было сдано в эксплуатацию 46 630 квартир, это жилая недвижимость, что на 50,3% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Друзья, мы уже с вами говорили, что компании-застройщики, они в своем большинстве не строят жилье за свои деньги. То есть они привлекают эти деньги извне. Мы разобрались, что ипотечных кредитов нет, а на первичном рынке их еще меньше, чем на вторичном, потому что это риски, которые в общем-то связаны с этим. Мы понимаем, что всего у нас остался один инвестор. Это украинец, который хочет или не хочет вкладывать свои кровно заработанные деньги в квадратный метр на первичном рынке. Так вот, с 2018 года все меньше и меньше вводится в эксплуатацию нового жилья. Это говорит о том, что количество инвесторов сокращается, у них нет денег или становится меньше денег, что похоже на правду. Или же возникают риски, которые мы в общем-то всегда об этом говорим. Мы не будем озвучивать те компании, крупные компании-застройщики, которые только в 2020 году обанкротились. Поэтому первичный рынок вошел в состояние кризиса еще в 2018 году. А если говорить о Ровенской области, мы видим, что в 2019 году было сдано в эксплуатацию 1747 объектов жилой недвижимости. А вот здесь в 2020 году мы видим, что в таблице интересна такая буква К. Что это такое? Я вот не поленился, сделал выборку из закона про государственную статистику. Это конфиденциальность. И читаем, что такое конфиденциальная информация. Это статистическая информация, которая принадлежит или пользоваться которой можно с ограниченным доступом. И находится она во владении респондента. Это скорее всего субъект хозяйственной деятельности. И может распространяться исключительно с его согласия. То есть вы можете себе представить ситуацию. Государственная служба статистики, какой-то респондент непонятно, засекретил эту информацию. При этом мы видим в городе Киеве количество сданного в эксплуатацию жилья. В Киевской области, а вот в Ровенской области почему-то это засекреченная информация. В общем это тревожные сигналы, друзья. Потому что очень давно, если вы помните, когда Юлия Тимошенко была премьер-министром, они практиковали те же самые приемы. Закрывали статистическую информацию от людей, которые могут сравнивать, анализировать, что происходит с экономикой Украины. То есть это очень тревожные звонки. Но, да бог с ними, рано или поздно, как говорится, правда восторжествует. Итак, давайте разберемся все-таки, или подведем итоги, что происходит на рынке недвижимости города Ровно. Ну и Украина, понятно, что в целом. Ну и понятно, что в Ровенской области. Я вам говорил о многофакторном анализе. И давайте соберем все вот эти показатели, которые я вам уже озвучил, или факторы, которые влияют на состояние рынка недвижимости. Мы видим снижение активности рынка недвижимости в целом по Украине, так и по Ровенской области. Второй показатель спроса снижается. Украинцы все меньше покупают в целом по Украине и по Ровенской области меньше покупают недвижимости. Это тоже очень отрицательная динамика. Третий показатель – это отсутствие ипотечного кредитования. К сожалению, это тот показатель, который говорит, что не все в порядке у нас с финансовыми институтами, или с банковскими учреждениями, и с экономикой в целом. Четвертый показатель – это то, что мы сейчас рассматриваем. Меньше вводится в эксплуатацию нового построенного жилья. То есть это связано с кризисом на первичном рынке. То есть это все причины и следствия – это снижение стоимости квадратного метра, как на первичном, так и на вторичном рынке. Друзья, вот перед вами во всей красе картинка состояния рынка недвижимости. То есть я озвучил все внутренние факторы, которые находятся внутри экономической системы, которые, в общем-то, влияют на состояние рынка. Мы делаем вывод, что рынок недвижимости находится в состоянии кризиса, и стоимость квадратного метра, естественно, будет снижаться как на первичном, так и на вторичном рынке, ну, если мы говорим в долларах. Друзья, пришло время прощаться. Для того, чтобы вы знали, что происходит на рынке недвижимости Украины, вам необходимо что сделать? Правильно, друзья, подписаться на мой канал. Вы также можете меня критиковать, можете обсуждать. Особо умные могут посылать нахер. Но если, друзья, у вас есть аргументы. Еще вы должны помнить, что я ваш скромный слуга. И компания Олимп Консалтинг, не путайте нас, пожалуйста, со слугами народа. Готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости Украины, которые, я надеюсь, станут для вас компасом или же картой в каменных джунглях рынка недвижимости Украины. Еще, друзья, помните, о недвижимости и статистике позаботимся мы. А вы позаботьтесь о своем здоровье. Не болейте, друзья, и вовремя оплачивайте жилищно-коммунальные услуги компаниям-монополистам.